Здарова, Влад. Привет, Вася. Вот, тебя позвал. Ты догадываешься, почему? По самому часто задаваемому вопросу надо. Там как-то я смотрел на ютубе, читал отзывы наши, и кто-то там написал, что как тут может скрыться алюминий, если тут толщина гильзы 1,5 мм. Я не спорю, тут возможно она 1,5 мм, но она как бы не оцентрована. Тут с одной стороны может быть 2 мм, а с другой стороны 1 мм. И вот там, где 1 мм, а то и меньше. Вот сейчас я на сторону снимаю, так как черновую, по 8 десяток на сторону я снимаю, по 9 десяток. И у меня 2 десятки остаются на чистовую. По 9 десяток снимаю она получается. Ну то есть миллиметра нет, а тут уже все вскрылось. Если вы говорите толщина 1,5 мм, она не должна вскрываться. И это все к чему? Вот и когда вы растачиваете блок, а это еще сейчас слабо вскрылось, бывает блоки так вскрываются, что прям вообще... И когда вы растачиваете, если бы тут вот чугун был бы полностью оцентрован ровно, и расточить блок, да. А так как тут все вот это вот неровно, и вы растачиваете блок, и у вас там получается с одной стороны может меньше, с другой стороны больше. Вот, видите? А то есть если внизу увидите, то есть там она еще больше и сильнее скрылась уже. Это чешуя, я ее называю так, вот залита гильза, да, она как бы в точку залита, чтобы, видимо, держалась там, я не знаю для чего это. А, допустим, немцы, они просто вот как резьбу делают, вливают. А я кореец, видите, вот как в точку делают, вливают. В общем, все по-разному. По-любому это чешуя, и на нее гильзу сажать, если, конечно, ее очень много, то есть это не есть хорошо, так как где-то пустоты появляются, и максимального прилегания гильзы к блоку нету. А если нету, значит, нету теплодачи, нету теплодачи, перегревается гильза, перегревается гильза, и эллипсы, и конус, и задир, и все пойдет от этого. Мы растащили уже под чистовую, все, у нас блок готов под гильзовку. Вы увидели эту чешую, как я ее называю, я вам не рекомендую растачивать блок, а только гильзовать. Ну и, допустим, еще 0,25 куда не шло, но 0,25, как вы не найдете поршней, так и задиры в цилиндрах вам не дадут возможности это сделать. Поэтому поршня продаются только 0,50, только из-за того, что такие глубокие задиры, и то иногда бывает под 0,50 не выходит, сколько я точил, в случае в 10 было. А в-третьих, что самое главное, у вас становится гильза там, это уже как этот, знаете, казино, как повезет. Где-то, может, ровно залил там китайцы, где-то криво. В общем, все будет зависеть от того, насколько ровно гильзы встали в матрицу при заливке блока. Да, вот, правильно сказал. Вот в нашем случае, вот, видите, наглядный пример, что гильзы... Есть возможные варианты гильзовка в толстом гильзе? Да, гильзовка потолще гильзу. Сейчас мы будем гильзовать вообще. Так, все, она у нас уперлась. Я вам не могу сказать по счету, какой этот блок я гильзую. Занимаюсь этим 12 лет, и, ну, мне кажется, я больше тысячи переделал. Вот в этой компании, в ОМЗАП, я вообще с нуля построили токарку вместе со мной, так скажем. И тут тоже я их переделал немало, как для своих автосервисов, так и на улицу. И не могу не я сказать, а можете узнать у любого, кто работает в нашей организации, возвратов именно по гильзовке, именно что я там плохо загильзовал, не было ни разу. Это, как бы так сказать, факт. Да, это опытный путь, который мы уже прошли, и других вариантов просто нет, я так думаю, да? Ну, по мне, это лучше, что я смог, к чему я смог за 12 лет прийти, так сказать. Точный натяг, практика, и получается, гарантия на работу этого бога. Сто процентов. Все свое, все, как бы, ко всему, что тут есть, пришел сам. А еще, смотри, Артем, вопрос у меня вот сразу сейчас возник. Ну, ладно, понятно, что в Китае делают вот эти блоки, как бы, ну, непонятно, кто делает, но на самом деле, что там специалисты, понятно, но какие специалисты, точно не ясно. А так, как немецкие блоки, или, то есть, алюминиевых блоков много же разных. Ну, я вам скажу, немецкие, вот тут, видите, скрылся он с одной стороны. Немецкие, да, они там, я вот там черновую 0,75 соток там на сторону точить начинаю. Вот это Шкода. Шкодовский какой-то блок, сейчас точно не скажу какой. Он раз и начал у меня вскрываться, то есть, на 0,75. Взять BMW, вот этот N20, B20. У них там, вообще, три десятки, по-моему, толщиной. Толщина, толщина, толщина гильза. Блоками, да? Ну, у них скрывается ровно по кругу. Нету такого, что с одной стороны скрылось, с другой, нет. Да, я говорю, тут должна быть толщина полтора миллиметра, вот на корейском блоке. Но ее не центруют, ее могут вот так поставить, а по-моему, точат вот так. У тебя с одной стороны тонко, а с другой стороны совсем толсто. У немцев такого нет, у них все по кругу ровно. Ну, там, может быть, у них тоньше, да, но сделано ровно, не как на кореецах. Ну, в целом, я думаю, мы объяснили, все понятно. Да. Старались привести до вас простую истину, что все, что делается опытным путем, в принципе, работает. И, я вот сейчас вспоминаю, вот этот N20, B20, я-то уже знаю этот двигатель, я его не раз гильзовал. И мне приносят его под росточку, с поршнями 0,5, когда там 0,3 толщина, ну, то есть, даже там не 0,3, там меньше 0,5, там уже все, весь алюминий скрылся, чугун кончился. То есть, это 2,5 на сторону, значит, там где-то 15 соток толщина стенки вообще. Ну, вот чугун, я вам скажу, 15 соток, но он такой, я его когда точил, у меня вот тут на рисе вот так потом прорез такой, знаете, крепкий так вот, я вам скажу, что он победит, тоже почувствовал его, вот, но я удивился то, что там 0,5 поршня принесли. Я звоню хозяину, я говорю, я когда увидел 0,5 поршня, я говорю, расточите, а меня или не было, я был занят, а мастероприемщики сами приняли. Я говорю, звоните и говорите, что этот блок нельзя расточить. Короче, я его загильзовал под 0,5 поршня, вот так вот. Кто под них делает 0,5 поршня, как бы там невозможно расточить, я, конечно, был удивлен, что есть 0,5 поршня под тот блок. Ну, в общем, приезжайте, обращайтесь, нужен совет, нужна работа, все сделаем, если не сделаем, то подскажем, как. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok